Привет, народ! Если вы давно подписаны на наш канал, то наверняка знаете, что в противостоянии между Intel и AMD я занял сторону красных. Причем украинское представительство Intel много раз пыталось меня переманить, но, друзья, я принципиально продолжаю топить за красный лагерь. Но возникает логичный вопрос. Если я весь из себя такой AMD-бой, тогда почему же практически все обзоры ноутбуков все-таки были на процессорах Intel? Я так подумал, а ведь правда, я уже много лет не беру ноутбуки на AMD просто по старой памяти. Когда-то давно они, во-первых, очень сильно грелись, а во-вторых, не самым лучшим образом проявляли себя в играх. Поэтому в какой-то момент я вообще перестал обращать на них внимание. Но за последние годы AMD сильно изменились, техпроцесс стал намного тоньше, нагрев даже меньше, чем у Intel. Начиная с архитектуры Zen 2, в играх тоже полный порядок, если говорить о Zen 3, там вообще пушка. Собственно, мы же убедились в этом на примере десктопных чипов. Вообще, если честно, вся эта ситуация с AMD очень сильно напоминает то, что сейчас происходит с компанией Mediatek. Вспомните, еще несколько лет назад все жаловались на то, что их чипы слишком сильно греются и плохо показывают себя в играх. А сейчас это не просто полноценный игрок на рынке процессоров для смартфонов, но и реально опасный конкурент Qualcomm. Согласитесь, у этих историй есть что-то общее. В итоге я прошелся по своим знакомым и раздобыл 14-дюймовый ноутбук Honor MagicBook 14 на процессоре Ryzen 5 4500U. Но, говорю сразу, это не обзор ноутбука. Мало того, в Украине его уже даже нет в продаже. Если хотите, в следующий раз я могу взять огромную игровую машину с процессором Ryzen 5000 серии на архитектуре Zen 3. Вообще не вопрос, могу организовать. Но сейчас я просто хочу проверить AMD в самых сложных условиях. Тесный, тонкий корпус, только встроенная графика и никакого охлаждения. И вот что я могу сказать, это настоящая рабочая лошадка на каждый день. Но сейчас я просто хочу проверить AMD в самых сложных условиях. Тонкий, тесный корпус, только встроенная графика и минимальное охлаждение. И вот что я могу сказать, это настоящая рабочая лошадка на каждый день. Мне реально понравился такой опыт, и это чистая правда. Даже в таком небольшом тесном корпусе процессор чувствует себя отлично. Внутри ультрабука установлен аккумулятор емкостью всего 7300 мАч. Это чуть больше, чем у современных смартфонов. При этом размер дисплея как у четырех современных флагманов. Так вот, полного заряда ноутбуком не хватает на целый рабочий день. Это примерно 10 часов, с самого утра до самого вечера. 10, мать его, часов от такого маленького аккумулятора. Это вообще законно? Вы только представьте, насколько энергоэффективный здесь процессор. Я просто поплоплю. А теперь то, что мне понравилось больше всего. Куда бы я ни отправился, я никогда не беру с собой блок питания. Он здесь просто не нужен. Даже если представить, что в какой-то момент батарея начнет садиться, я могу просто подключить к нему зарядник от любого Android смартфона. На крайняк можно заряжаться даже от Powerbank. Я проверял, это работает. Соответственно, сумка для переноски мне тоже не нужна. Я просто складываю этот ноут, беру с собой и иду, куда мне надо. Вообще не парюсь. Вот это действительно офигенно. Правда, есть один нюанс. Практически весь свой рабочий день я провожу в браузере Google Chrome. Отвечаю на почту, читаю новости, пишу сценарии и так далее. В таком режиме он работает 10 часов без каких-либо проблем. Но когда мне захотелось немного поиграть какие-нибудь игрульки, то батарея начала разряжаться гораздо быстрее. Понятное дело, что такие ультрабуки покупают не для игр. Но на всякий случай я уточню, что дискретной видеокарты здесь нет. Всё, что у вас есть, это процессор Ryzen 5 с интегрированной графикой. Да, чуть не забыл. Оперативки здесь всего 8 гигов, из которых как минимум 1 гигабайт выделяется под графику. То есть вообще не густо. Ещё и частота всего 2400 МГц, которые не гонятся. А заменить оперативку возможности нет, потому что она распаяна прямо на плате. И тем не менее, я сейчас буду делать глупые вещи. Показывать вам, как этот процессор с интегрированной графикой тянет игры. Я надеюсь, что вам так же, как и мне, интересно посмотреть, на что способен ноутбучный Ryzen 5 в таких условиях. Наверное, всё-таки нужно объяснить. Я понимаю, что это решение не для игр, это рабочая лошадка на каждый день, но я и не собираюсь запускать на нём киберпанк. Говоря про игры, я имею в виду классику. Просто чтобы посреди рабочего дня вам захотелось там отдохнуть полчасика, там просто расслабиться. Вот, собственно, и всё. Запускаем CSGO. На высоких настройках фреймрейт в основном находится на уровне 50 кадров в секунду, с подъёмами до 60 кадров и редкими просадками до 30 фпс. Затем я опустил настройки до средних и получил в среднем около 65 фпс, с подъёмами до 80 кадров, а просадки, они если и были, то совершенно незаметны. Это уже совсем другое дело. А теперь с разбега врываемся в Dota 2. И на самых высоких настройках графики имеем 35-40 фпс. В принципе, это вполне играбельно, но если мы снизим настройки до средних, то получим стабильные царские 60-65 кадров в секунду, без просадок. И это на ультраблоке со встроенной видеокартой. За 2 часа игр максимальный нагрев процессора был 79 градусов. Клавиатура не нагрелась, кулер не разрывался, и вообще всё было нормально. По уровню шума тоже полный порядок. Можно без проблем играть в игры без наушников. Потому что процессору с запасом хватает даже такого скромного охлаждения. Вот, собственно, и всё. Что я вам могу сказать в итоге? AMD однозначно красавцы. Даже в таком тесном, тонком корпусе, без нормального охлаждения, Ryzen 5 на архитектуре Zen 2 работает просто офигенно. Мало того, я вам скажу даже больше. Я на этом ноутбуке делал монтаж. Конечно, Adobe Premiere Pro съел 8 гигов оперативки и даже не заметил. Но процессор тащит. Просто ставим качество предпросмотра на 1,4, и тогда даже сложные эффекты с светкором монтируются без всяких прокси. В общем, это уже не тот AMD, который был раньше. Сейчас их ноутбучные процессоры не просто не уступают Intel, а как будто бы даже лучше. 10 часов стабильной работы при таком маленьком аккумуляторе это действительно впечатляет. Теперь я жду бюджетных решений на архитектуре Zen 3. Мне кажется, там будет вообще бомба. А на этом у меня все. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, делиться этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. И да пребудет с вами AMD. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok